Ну что ж, дорогие друзья, продолжим. Теперь нам надо наделать эти самые всякие лапки тут. Лапы, лапки. Для чего мы с вами сейчас пойдем вот в этот, естественно, модус. И выберем здесь циркл. Сделаем 8 тоже. Этих грани. Вот они, 8 грани. Радиус сделаем побольше, естественно. Вот так. И давайте с помощью G по оси X Z, извиняюсь, поднимем вот сюда. Так. Переходим в режим редактирования. Выделяем все ребрышки. Альт. И можем сейчас сдвинуть. Так. Если нет, нам надо по оси Z. Подождите, ребята, что-то здесь не так. Что-то здесь немножко не так. Секунду. Сейчас разберемся. Далее. Вот что значит отсутствие. Недолгое даже. То есть нам надо было нажать на сути дела. Так, сейчас, секунду. Вот мы выделили ребрышки, да? Где вот там ребра? Ребра. Да не это. Нет, это надо на центр поставить. Так. Подождите, ребята. Так. Теперь. Мы это дело выделяем. Да почему это-то выделяется? О, моя дорогая. Вот так. Select. Сделаем Select. Extrude это же E у нас. И вот по Z мы можем вот эти пересделать. Соответственно S растянули. Выбрали теперь вот эти грани и их наоборот стянули. Вот так. Вот. Это другое дело. И теперь уже весь объект, как бы в объект переходим, да? Мы можем, естественно, поднимать. Нет, не весь объект, ребят. Вот так. Это Целиндер. Это Циркл. Вот его мне нужно поднять. Ну и как всегда я ошибся и слепил. Это вместе все. Так. Вот так растянули. Теперь. Объект мод. Перемещаем. О, господи, 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 что ж такое-то? Так. Переместили. Вот так. Потом Rotation наклонили немножко вот так. И объект мод. Так. В объекте мод мы сейчас сделаем следующее. Мы выделим вот это все. Так. И начнем это с помощью S сужать. Поглядывая, естественно, наверх. Сверху как-то вот. Ну, более-менее, потому что все равно, как бы, это все будет не видно под другой юбочкой. Так. И теперь мы строим дальше. То есть мы можем, в принципе, это дело сдуплицировать в D, да, и поднять, тоже поднять. А с этим мы уже можем делать в режиме все, что мы хотим. То есть сказать ему, что у нас по оси S, вернее, G по оси S, C, извиняюсь, будет подниматься. Вот так. И посмотреть, может быть, нам надо расширить вот этот. Нет, 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 нет. Нам надо Alt зажать. И ребра, конечно, ребра нужны. И тоже немножко расширить здесь. Это S. Вот так. Посмотреть, что сверху. Видим, что ушло в объекты. Двигаем. Вот так. Все прекрасно. Вот так мы сделали вторую, да. Можем опять же протейшн сделать немножко в другую сторону. Или прямо сделать, куда хотим. Короче, это тут дело такое. Кто как хочет, а я сейчас сделаю по-своему. Так. И в итоге получилась вот такая елочка. Ну, на этом мы не остановимся. Сейчас мы начнем ее немножко разнообразить. Попытаемся разнообразить. Давайте выделим через одну вот эти точки. И немножко их по-скилим. Вот так. И нажмем наверх. Ну, вернее, S. S и Z. Так, что-то она не особо поднялась-то. Давайте еще раз S по оси Z. Начнем поднимать. Немножко, конечно, но это не то, что я хотел. Подождите, ребят. Это немножко не то, что я хотел. Если я одну возьму, допустим, да, и нажму. А, мне же надо было G нажать. На господи, прости. Вот опять же. Беда-то. Мне надо было G нажать. Вот. Понимаете, вот так вот украсили нашу елку холодно-зимой. Ну, и вот таким образом, значит, я хочу теперь другие тоже так сделать. Чтобы они более как бы пушисто выглядели, да? Понятно, как я это сделал. То есть выделил, на G нажал, поднял по оси. Все. Следующее. Теперь мы добавим с вами толщины, вот как я здесь сделал. То есть я... Почему-то у меня сразу вся елка не получается. Наверное, надо выделить их все. Ну, как бы... Очень медленно, но точно. Я увеличу вот этот параметр. И вот у меня растет толщина. Видите, это вам понятнее и мне понятнее. Сейчас мы попробуем выделить несколько. Вот одну, вторую, третью, четвертую, допустим, да? И попробовать не применять. Модификатор. Вот, солидитый какой-то. Так. Смотрим. И применяем. Их! Ничего не происходит. В общем, какая-то ерунда. Поэтому я, как бы, буду предпочитать все-таки по отдельности это делать. Что и вам советую, если у вас что-то не получилось. Не отчаиваться, брать, делать по отдельности тогда. Главное, это результат, ребята. Вот, видите, вот так толщину сделали. Здесь так же. Где оно у меня? Смотрите, да? Вот. То есть, таким образом все получается. Без всяких проблем. Ну, и вот эти еще надо. Они что-то сделали, но как-то, на мой взгляд, не совсем так, как мне хотелось. Вот. Так. И вот теперь я с этим уже закончил. Казалось бы, уже красиво все, хорошо. Но можно еще косяше сделать тем, что мы сейчас, допустим, вот тут добавим, вот в этом, вот в этом. Добавим еще один рез. Лупчик. Вот сюда, допустим, да? И сожмем его. Вот. Видите, оно получается. Вот как у елки прогнутая, все. В этом случае, конечно, увеличивается количество полигонов, но, ради бога, не так уж они нам сейчас и нужны. Так, хорошо. Для того, чтобы еще больше разнообразить, вот мы можем выделить здесь точку. Сказать ей, что фау, у вас это в, и отодвинуть друг от друга. Допустим, синема это не умеет. А вот блендер может. А вот блендер может. Вот видите. Причем так это хорошо делает. Вот я посмотрю, нужно ли мне это дальше развивать, такую историю. Ну, может быть. То есть попробовать еще в одном месте там сделать. Ну, и достаточно сильно-то тоже не надо увлекаться. Количество полигонов растет, учитывайте это. Так, ну, давайте еще раз повторим, чтобы уже закрепить этот момент. Выделим вот этот теперь. Так. Перейдем в режим редактирования. Выберем сначала. Вот так. Теперь S. Так, чуть-чуть, да. И нажав на какую-либо кнопочку, вернее точечку, да. Не, ну, это уже перебор пошел какой-то непонятный. Так. Выделим вот это. Скажем фау. И раздвинем. Ага. Надо все-таки поглядывать, что ты делаешь. Так. Может быть, вот здесь тоже. Я сейчас включу вот эту штуку, чтобы вы видели, какая фау в конце концов. Так. То есть, вот это фау. Вот. Видите, да? Вот так тоже раздвинем чуть-чуть. В принципе, меня такая елка вполне удовлетворяет. Единственное, что надо будет, конечно, ее покрасить, да. Но этим мы займемся уже в следующем видео. Вот так. Вполне, ребята. Вполне. Все. До следующего видео. Я надеюсь, что оно будет сегодня еще. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok